Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви кошелек. Подробная информация в описании. Здорово, миггер. Что делаю я? Делаю. Real shit. Мяско я делаю, брат. Хуительное мяско, блядь. Что еще пацаны могут делать? Мяско, брат, делают. Юстеру покажи, брат. Ну, она, извините, у меня руки еще грязные. По-моему, потом покажу специально для тебя, брат. Здорово, брат. Здорово. Так, ёпта. Все равно нам стык, ёпта. А, когда новый баттл, да хуй знает. Эти баттлы там все... Маленькие Оксимироны там везде одни, блядь. Если ты не маленький Оксимирон, то, блядь. А они говорят, что ты галимый рэпер. Когда на Версус, бро, бро, да говори, да хуй узнает. Альбом выпишем, потом посмотрим. Да, брат. Мяско идет в дело, брат. Сука, хуительное, блядь. Сука, хуительное, блядь. Сука, хуительное, блядь. Сука, хуительное, блядь. Оу, е-бой. Е-бой. Чисто по-мужски, блядь. Да, Роу, солнце. Да, и сегодня вечером, кстати, будет еще трючок новый. Если вы не слышали трека посвящения, там такой хип-хоповый трек для всех уличных пацанов я выпустил. И, короче, сегодня мы сделаем такое хаслеровское дерьмо, брат. Зачем галаты разил, брат? А у него нет столько мяса, брат. Ты смотри, тут какие сексуальные кусочки, блядь. Просто, блядь. У-у-у. У-у-у. У-у, смотри сюда. У-у-у, щит. Е-бой. Блядь, а мне сколько пиздах дела, нахуй. Сколько мы, два биштекса или три? Два или три. Почему все говорят, что ты пиздобол? Ну, не знаю, ты с пиздоболами общаешься, брат. Кулинарному баллу, блядь, мне вот тоже говорят, что мне надо кулинарное шоу внести, короче. Но я не так силен в готовке, я чисто по миску силен. Ну, пожрать я люблю, и, короче, да, хавчик, блядь. Я люблю всякую, блядь, экзотическую хуйню, там, устриц, лопцы. Ну, похуй, сик-фуд люблю, короче. Люблю разную хуйню, не люблю только, блядь, печенку и фасоль, блядь. Печенка и фасоль, это единственное, что я не люблю, блядь. А вот так все. Пельмени, мень. Да, блядь, пельмени для лохов, брат. Вот, бифтекс, это для пацанов. Блядь, пельмени, блядь. И я тебе тут говорю, тут, блядь, серьезный, дерьмо намечается, а ты пельмени. Ну, в голове эти Паши техника, да ты че говоришь, блядь. Увидишь того, кто слушает Пашу техника, плю ему в ебало, знаешь, такую хуйню. О, блядь, Паша техника, блядь. Это не тот, которому с матыком по глазу хуйнули, блядь. Ну, бейку, пиша в ухо. Да, блядь, че вы с этим техником ебаным? Че я скажу о Пашу технике? Че это, сука, вирус, блядь. Че можно сказать о сраном, блядь, дебиллойде, который сел, да, вышел и просто начал всем пердеть в хуи. Начал толкать свою пидросню, блядь. Яйца там, хуй, блядь, это. Блядь. Чем ты там занимался, я тут? Чем ты там занимался, что ты вышел и как бы твои мозги настолько прогнили этой пидросней, что ты больше ни о чем говорить не можешь. Как бы, братан, если тебе нравится слушать про пидросню, про хуи, жопы, хуи, которые входят в жопы, то да, ты слушаешь Пашу технику, ну, братан, хуй ты тогда ко мне подсоединился, понимаешь? Здесь такого нету. Пацаны такую хуйню не уважают. Пашу технику, видите, там, кто его слушает, плюньте ему в ебало. Юа, респект, брат. Ну, серьезно, блядь. Какой нахуй техник? Что скажу о технике? Что скажу о технике, ничего хорошее. Да что с ним говорить? Надо с мантыком поебалу бить, все. Ну, а вот ты, братух, вот ты с девчонками общаешься, да? Вот спроси девчонок, что они думают о Пашу технике? И говорят, блядь. Ну, что тебе нормальные девчонки скажут? Понимаешь? А, я с треком можем. Блядь, там рэпчик выходит. Тут на очереди, кто на очереди, я там. Тут рэп моим ребятам, значит, трек пропитан ядом, из мое имя стоит рядом. Ну, там это, как Кобзон восьмидесятом, Мандин взгляд вяжет, и клоуны все, фальш под макияжем. Да, там что-то такое. Ну, это вы уже к Ригусу напишите. Вот сегодня тречок будет синий. Про скейт-соревнования не отвечаю. Хуй знает, напиши еще раз. Вот сейчас, напиши прям в первом сообщении, не привет, никак дела, скейт-соревнования там. Или, брат, что я готовлю? Я только что показывал, что я готовлю. Мяско я готовлю, брат, смотри еще раз сюда. Оу-е, оу-е, смотри, смотри, как красота, блядь. Осталось нахуй. Оу-е, оу-е, оу-е. Брат, ну, как бы, блядь, настоящий мужчин должен есть мясо. Как бы, блядь. Если ты охотник, ты должен есть мясо. Просто никакой охотник, блядь, не охотится на сраную фасоль. Понимаете, о чем я говорю? Тречок сегодня к вечеру подъедет обязательно, брат. Такой сильный ремонт. Пиздец. Ну, там, как бы, чисто уличная, хасеровская тема была. Да, я кулинар, детка. Не, ну, я с мяском, как бы, люблю, да. Мяско это мое, блядь. Я люблю, да, вот, ну, пришел, побоксировал, все, ничего, эти, как бы, дифтек съесть, курную травку. Че еще, может быть, ну, все, а? Я шучу, ну, брат, в наркотиках. Где мой перчик, блядь? Блядь, братан, то же, если ты готовил мясо, ты знаешь, что, блядь, мясо готовят мужчины, епта я. Лучшие повара, это мужчины. А так, конечно, малышку всегда можно попросить, а она что-нибудь приготовит. Блядь, последний раз Хос видел на этом. А в Питере, когда был этот, ну, типа, корпоратив, версия, что-то такое, братуха, ну, мы решали, там, типа, судейством или без, хотите, баффл проводить. И Хос, по-моему, единственный, кто орал, что надо судейство оставлять. Вот. Это просто смешная история. И, короче, в итоге он вышел покурить, подскользнулся и сломал ногу, и его увезла скорая. Я ему с ней идёт. Блядь, брат, я тебя сочувствую. Так нельзя. Ну, это к тому, что алкоголь зло. Знаете, вы все думаете, что я бухаю. Вот я приезжаю на этот версис, а... Какая именно татуха? Что у меня, значит, победа солнца. Приезжаю на версис, такая, блядь, я вообще не бухаю. А они там, пиздёж, ему штрафные, штрафные. Я такой, не, брат, тормози, мне ещё, как бы, функционировать надо. Окей, брат, сказал Гарри Некрасов. Зепты, ну, ёбаный раз. Жиган и джиган дрались бы на подушках? Хе, хороший вопрос. Не знаю, братан, я думаю... Я думаю, тут бы, если, ну, как бы, реально подумать, то тут бы, наверное, как бы, выиграла, наверное, всё-таки выносливость. И, ну, жиган будущий, как бы, ну, поменьше, как бы, значит, он меньше энергии тратит, ну, в бою. И, значит, и выносливость, и, скорее всего... Ну, как бы, кто знает, кто знает. Ну, мне кажется, что, да, тут бы выносливость решила. А, блядь, как к антихайпу можно? Как, блядь, братан, ну, я, брат, со старой школы, как пацаны могут носиться к антихайпу, понимаешь? Вот тоже с девчонками общаюсь. Ну, вот если бы я был как гнойный, братан, который, блядь, ни за слова не отвечает, ничего, да? Вот общались бы с самого. Вот ты видел тёлку гнойного? Вот эту рыжую... Блядь, я даже не знаю, какое-то слово поприличнее было для неё найти. Гнойный там ещё такой фоткает. Как дела в качалке, пацаны? Блядь, очевидно, лучше, чем у тебя с этим крокодилом ебаном, блядь. Нахуй. Как-то, ну, блядь, я бы лучше умер, чем с такой тёлкой, блядь, общался, знаете. Как-то ничего плохого про девушку, конечно, не хотел говорить, но, блядь, она пизде стрёмная, нахуй. Ну, чё, может, потихоньку жарить начнём, блядь? Спасибо, солнышко, ты тоже самая крутая. А-а-а-а. Как бы, блядь, ну, мне, брат, мне уж 30 лет, да? Ну, вот, как бы, ну, чё ты думаешь же, я вот как гнойный, блядь, буду там чё-то спиздану, потом прощение просить с такой улыбочкой, с этим чубчиком. Здрасте! Я прошу вас... Не, брат, не, брат, да я умру, блядь, скорее, чем попрошу прощения за то, что я сказал. Не, если я не прав, и, как бы, я всегда готов попросить прощения. И это отличает нормальных пацанов, что даже если мы, как бы, ну, мы на разных темах, у нас разные интересы, но нормальный пацан всегда может нормально поговорить со всеми. Соль, не, брат, да я вообще такую хуйню всю эту, блядь, 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 мне 30 лет, как бы, мне уже поздно чё-то пробовать, понимаешь, блядь. Если в 30 лет чё-то новое пробуешь, тем более, там, какие-то психоделические, ёбаные, ты чё делаешь не то, понимаешь? Вот такие, блядь. Ну, да чё, ну, блядь, с удовольствием, ну, дуни чё-то на рэпчик подзабил, брат. Я считаю, ну, вообще, он мега талантливый, один из самых талантливых, ни в коем случае нельзя было, блядь, чтобы пожарить, тут приходится разгрызти всю хуйню. Чё там выдумал? Да не, братан, нахуй, если ты, блядь, после 30, там, начинаешь пробовать какую-то хуйню новую наркоту, да не, брат, не, брат, не, брат. Тут уже надо, наоборот, отказываться от всего. Про Лёху трек, ну, он же, ну, конечно, выдумал, додумал, это я. Ну, как бы, братан, тут не обязательно чё-то выдумывать, да, ты вот, ну, проживёшь жизнь, да, блядь, и ты видишь ситуацию, и ты просто можешь, можешь описать ситуацию просто, как бы, ну, там, измениваешь, знаешь, как на реальных событиях, типа, а то возьмёшь трёх разных людей, соединищих в одного, в одного и сделаешь, типа, да, о, блядь. Тушканг и Ди Хэйс. На выборы ходил? Не, не, I'm sorry. Это должно, вообще, говорили они, что у Ригаса на альбоме, а там, не знаю. Братан, ну, как бы, этот, я уже говорил, если ты знаешь, самые лучшие повара мужчины, брат, понимаешь? И, как бы, про мяско, я вообще уже молчу, расскажу, какую-нибудь полосную сковороду, блядь. Не хочет она, блядь. Вот, братан, лучшие повара мужчины, хотя девушки, как бы, девушка должна готовить, если, ну, девушка должна быть хорошей хозяйкой, и ты не должен просить её об этом. То есть, девушка заходит в хату, и если там не убрано, нечего пожрать, она должна приготовить. И я это объясню вам, девушки, потому что, например, если к вам пристаёт какое-то мудило, да, и вы хотите, чтобы у вас парень защитил, вы же не будете просить, защити меня, вы же ждёте сразу, чтобы парень защитить. Защитник и хозяйка, вот и всё. Поэтому, девушки, если вы хотите, чтобы вас парень уважал, вы должны быть хорошей хозяйкой. Если вы будете откармливать своего парня, если вы будете, как бы, он... Он будет лучше, будет совершенствоваться, будет делать вещи, и, соответственно, и защищать вас будет лучше. Будет носить вас на руках. Потому что, если, если девушке, например, нечего, предложить нечего, кроме то, что у неё между ног, то, блядь, парень возьмёт то, что у тебя между ног, и пойдёт дальше, понимаете? Вот та девушка, которая будет его, ну, откармливать, заботиться, он к ней будет возвращаться всегда. Да, смотрел... Топор Ригги смотрел... Ну, не знаю, братан, мне как-то... Ну, подбито не моё, брат. Мне кажется, что если бы они батлили без бетухи, то было бы круче. Да и я говорю, там батл весь, братан, длился, как... Мой третий раунд один против топора. Ёбаный рот. Ну, и, честно говоря, уж хочется чё-нибудь новое. Ёбаный, чё, сожигалки теперь нету. Хочется чё-нибудь новое, блядь, батлили. Не хочется смотреть, знаете, вот эти сейчас, там, отборы, мать их. Я уверен, я как бы не смотрю эту хуйню, но я уверен, там, девяносто девять процентов просто маленьких оксимиронов. Блядь, и вот таких лично, я не знаю, как парни там делали. Ну, это их проект, они решают. Но я бы лично сразу-таки хотел, потому что тут есть один оксимирон, как бы, нахуй не надо ещё десять. Сделайте чё-нибудь оригинальное, придумайте чё-нибудь новое. И тогда, да, а нахуй нам брать такие же. Блин, у меня каждый раз про кизатор спрашивает, братан, дай чё-нибудь другое. Сегодня будет трек новый. Брат, я как будто не смотрю. Брат, я батлил в рэпе, разбираюсь получше, брат, у вас всех. Уж не в обиду. Нет, солнце, я не голосовал. Я вчера был на студии, вам дописывал тречок. И ещё я был в качи. Поэтому, блядь, для меня это было важнее. Не знаю, сейчас там обложку делают, брат, и как бы... Я думаю, вечерком, после семи-восьми, там... Да я дома, брат, на кутузе. Ну, не знаю, видно, вот... Моя хуйня. You know. Моргенштейн ошибка. Блядь, да вообще все, ну, хуйня, они. Это Моргенштейн, который на кизатор ук дал, да, чё-то, брат. Я так скажу, блядь, кто гонит моего брата, ёпта. Блядь, если ты мой брат, то мой враг, теперь и твой враг тоже. Вот так вот у меня выросли. Если кто гонит на моего брата, Моргенштейна, я нахуй не знаю, но, блядь. Если он гонит на Кизару, блядь, лучше, блядь, ему при мне, а не чё не говорить, блядь. Понимаешь? Я не знаю, как эти русские рэпы. Я вот за своих пацанов всегда, блядь. При мне ты не будешь говорить нихуя про моих пацанов. Да, привет, брат. Хос победит Гнойну, не, вряд ли. Да Гнойну не хочет баттлить, он сдулся просто. Он ссык, то он сдулся. Он делает всё, чтобы съехать, чтобы не отвечать на вызов, чтобы не баттлить, понимаешь? Кстати, моя люстра, да, охуительная. Да, братан, вот такая фраза гуглает. Думаешь, чесночка, блядь, блядь. Ебой! Вот и наш брат, конечно. Да, наш брат, привет, Кезару, брату. И как бы это... Я хочу распихнуть брату, знаете, за что? За то, что, блядь, он единственный пытается вам объяснить, что такое хип-хоп. Я на это уже давно забил, блядь. Потому что, блядь, ну не знаю, пытаются там... Некоторые такие делают им ничего. А брат, блядь, вот болей за хип-хоп душой тём. Я его понимаю, прекрасно, что он пытается до вас достучаться. Блядь, он Фейс, блядь. Фейс, не, он Фейс. Я знаком с Фейсом. Он как-то звал, наверное, на свой концерт. Я просто хочу сказать, блядь, вот... Я его могу просто держать, он там говорит. Мне чужое не надо, я там только своё, блядь. А хуй ты тогда все чужое пиздишь? Ещё, знаете, блядь, вот эти вот русские рэперы... Люба, знаете, вот, блядь, в Америке что рэперы сделают, да? Через неделю это у нас делают. Блядь, ну придумайте вы что-нибудь своё там. Кезар там, блядь, с америкосами, а он со Джимако записался. Ёбанёра, кто, блядь... Кто может похвастаться такой хуйней? Как бы, лично я вот Джимако не слушаю. Ну, а мой братуха-драмер, как бы, пиздец, не оттащится. Ну, и этот мой звукарь-мишань точно не оттащится. Я скажу, блядь, со Джимако записаться очень круто. Так, ну, просто с братом много, как бы, много общих тем. И, да, он любит рэпчик, он любит стилёк, я, как бы, всё то же самое. Чё, с трубкой, а чё, микрофон звонил? Я просто хуй знаю, где, нынешних, блядь, айфонов, тут новых микрофонов, уж простите меня. Это old school, брат. Да, ну, мои друзья знакомые, да, мир он... Блядь, я просто русский рэп-то столько гнилых людей, брат, что, как бы, когда находишь одного более-менее нормального чувака, то, как бы, стараешься, как бы, ну, держать это общение. Ёда-мила. Блядь, мацлица. ЗУС, мафия. Ты кто, брат? Звонил он до меня? Чё-то я вообще не знаю, чё, брат. За что, за дрэды, а чё у вас пиздили? Ну, братан, ну и что, я тоже с дрэдами ходил. У меня много друзей ходили с дрэдами. Я, мам, я не против дрэдов. Ни в коем случае. Я против, блядь, белых дебилов, которые они говорят, что они верят в джаб. Понимаете разницу? Нет, дрэк, заебись. Дрэк, заебись. Блядь, я вообще не понимаю, как ты можешь не любить дрэк? Дрэк такой позитивный чувак, блядь. Не, я ничего такого не знаю, брат. И слухов таких нет. Он в своем начале. Как я на рэп начал, типа, брат, или что? Блядь, он не может батарейка съесть. Я, конечно, могу попробовать. Почему нет девушки у меня, или почему здесь нет девушки? Что надо? А, давай, маслик для сливочной, блядь. Брат, что я готовлю? Мяско я готовлю, брат. Мяско делает тебя сильным, брат. Да, человек позитивный. Я поэтому говорю, блядь, вот такие позитивные люди, как можно я любить? Вот, еще такого, знаю, очень позитивного, слабо, он из цифрового района. Блядь, просто нереально позитивный человек. Всегда с улыбкой, всегда веселый, всегда рад всех видеть. Как бы, как таких людей можно не любить? Тем более, он сам пацан. Тебе в гости можно прийти, да? Двенадцатого мая можно на концерт, брат. Ой, блядь. Маслицо в путь. Да, ебка. Оу, е-бой. Вот это, да, блядь, вот это, сука, вкусно. А я знаю, я еще в этом мясном говорю, дай-ка мне чей-нибудь нахуй в мясном. Говорят, я для чай, я для бифштексов. Я у меня, знаете, это готовую хуйню начинает свать. Я говорю, ты че, блядь, с горбатой горы упал, блядь. Тут вообще, блядь, небо и земля. Да, мы живем один раз, нехуй мейте готовые, намешанные, блядь, бифштексы. Давай. Блядь, я вообще травку не кури, брат, а мы спросим наркотиков. Да, брат, брат, если ты мужчин должен есть мясо, блядь. Блядь, если ты мужчин, ты хотя бы должен, блядь, готовить и резать мясо. Поймаешь. Нет, конечно, горбатый гора, брат, это я для Ласа Старгер. Не могу смотреть, не люблю фильмы про пидоросню и про больных, блядь, смертельно. Знаете, когда там сопли начинают устраивать всякую хуйню. Блядь, ну вот, я скажу, есть одно единственное исключение, и то я знал, что это фильм пиздатый, но у него мог, знаю, лет 10. Он говорит, Филадельфия с Том Хэнксом. Я знал, что там пидоросня, и что он с пидом, как бы. Но там актеры крутые, фильм считается классическим. В итоге смотрел, что там просто нет пидоросней, как бы, ну там просто его называют пидором и перешел в боли. Но фильм вообще в другом, там ничего нет такого. То есть, Филадельфия, кто не смотрел, это, блядь, за кого я доплю, за мистер трипл дабл и Рассел Уэсбург, брат, за кого еще может опить? Ты знаешь, мистер трипл дабл, блядь, потому что, блядь, ну Уэсбург играет с душой, блядь. Уэсбург играет с душой. И, ну, вообще он зрелищный, он за своих чуваков, за свою команду, он лояльный, блядь. Как бы, многие там же, этот, Кайри, Кайри, блядь, Кайри, он из тех, которых, блядь, каждый день там в десятки, да, но, блядь, он статистику смотрит, он в жопе, короче, он не тащит команду, он зрелищный, у него лучшее владение мечом. Но в игре это не так важно, блядь. Хотя, блядь, Кайри, пиздец охуевший. Блядь, ну, мне вообще, я считаю, что рэп игра молодых, ну, блядь, мне не нравится, что... Мне, ну, блядь, стараюсь, блядь, молчать, никого не засирать, ну, блядь, сложно, ну, блядь. Ну, рэп немного отупел, да? Ну, никто не... Знаете, проблема русского рэпа, что все пытаются выходить на том, не то, чтобы сидеть долго над треком и стараться, блядь, там, сидеть месяц, да, писать его. Все стараются просто придуть какую-то хуйню какую-то, чем быстрее, тем лучшее. Типа смешную, там, или шокирующую, и на этом вылезать. Это, блядь... Я хочу сказать, кто быстро взлетел, так же быстро упадет, потому что... Ну, фанаты они такие. Вот мои фанаты, у меня, может, их не так много, как у других, но мои фанаты со мной всегда, как бы... Что я не скажу, а я их себя, бля, поддерживаю, понимаете? Ну, блядь, мои лидеры, они пишут комментарии. Вот я прихожу в качалку, меня там, блядь, уже полкачей узнал, ну, понимаете, все респектуют. Это не те пацаны, которые себя, там, блядь, под версусом комментарии пишут, понимаете? Я считаю, что надо делать серьезный музон. Серьезный музон тревать, блядь, хоть 10-20 лет модный, он всегда будет канать, понимаете? Высоцкий всегда будет канать, понимаете? Даже если музыка там какая-то простая, блядь, душа решает. РБЛ, я не смотрел РБЛ просто, брат. Ну, я вообще, далеко от русских БАТУ, кроме Версуса. Вот так вот, ёптэ. Вот такое вот, пацаны делают. Е-бой! Е-бой! Челкает, нигер. По-у-иду! 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 Субтитры сделал DimaTorzok потому что разочек я сначала прогонишь обра юно юно Ловим снова на тусы, группы подтянемся ко входу Знаешь, внутрь не зайдут, парни не зайдут со мной Увидите нас в клубе, пришел убийца вслед Хочу, пока я не умру, будто я руки-базуки Я и мои пацаны, все за одного, один за всех Если проблемы у кого-то, то и проблемы у нас все Хочу липаться, ги с Москвы, вобью в твою тупую колу Потому что нас не убьет, лучше нести в другую сторону Смотри бы на нее, скажи, вон та подруга, как? Братух ее делал и сказал, что сучка таксит Приляй своим, это угроза Парни все тут за разборки, при воде и когда угодно Знаешь, наши пацаны, все за одного, один за всех Знаешь, наши пацаны, все за одного, один за всех Знаешь, наши пацаны, все за одного, один за всех Да ты счастье, среди еду плевать, не прав он или нет Молодежь смевает беды алкоголем Ничего лучше неприятностей, как мне Бэтмен и Робин Пришел жевать жвачку, делать грязь и курить став Причем жвачка, детка, у меня давно уже закончила Ты знаешь, пацаны, краса йона И не сбивай меня со счета Не ищем все друзей, рискни, попробуй скажи что-то Если я не в ней буду, то мой братуха вебет точно Один за всех, чел это правил Постой, Гошан, не убивай Гангста, шит, бич Это чисто районное дерьмо Знаешь, наши пацаны, все за одного, один за всех За брата всех, здесь разъебу плевать, не прав он или нет Знаешь, наши пацаны, все за одного, один за всех Знаешь, наши пацаны, все за одного, один за всех Знаешь, наши пацаны, все за одного, один за всех Короче, да, альбом будет ганг, шит Будет районное вон такое дерьмо, короче Ну, для всех районных, папсков И девчонок Ебой 43 саунд, бич Хе-хе КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ